Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Павел Козырев. Пишу песни уже давно, с 89-го года. В школе еще учился. Много песен написал. Сейчас недавно только занялся аранжировки, стали мне делать. И где-то вот с октября прошлого года начал уже исполнять, ну, не просто под гитару. У меня как бы стиль дворовые песни. Они сейчас называются как бы, в общем, это шансон. Но все равно я как бы приверживаюсь старого. Это обычные дворовые песни наши, которые мы играли на гитаре, на улицах собирались, в компании. Девчонки, пацаны общались. То есть это хороший очень стиль. Ну, сейчас его назвали шансон. То есть ваша песня помогает людям вернуться в те беззаботные времена, когда вы могли собираться, петь песни под гитару? Я даже не просто скажу помогают. Я за то, чтобы и по-прежнему как бы люди общались именно так. Потому что это не то, что, ну, вот сейчас новая волна пошла у молодежи, общение через телефоны, ну, как бы, а... Доквальный мир. Да, это как бы более плотное общение, более... Мы знали о друг друге все практически, общаясь именно так. То есть мы гуляли, у нас были, ну, многочисленные друзья. Мамы не искали нас на улицах, просто знали где-то там мы вот. Ну, вот это было хорошее время. И сейчас, в принципе, я думаю, что это должно быть. Никуда это не должно деться. Скажите, а вы уже принимали участие в подобных проектах? Конечно, и концерт в «Гладиаторе» был, и у «Солова» Медянника, и в кафе на Волгоградке тоже было. Здесь я уже второй раз. Концертов немало было, даже в других городах. То есть у меня песен достаточно много, что-то 50 где-то. Да, давно пишу уже. Ну, сейчас более плотно этим занялся. Нравится петь. А что вас вдохновляет? Ну, вдохновляет, в принципе, каждая песня, она прожита как-то. Вот, допустим, какой-то момент в жизни был, я его описал. То есть это очень даже, ну, хорошо, когда ты поешь не просто вот тебе заказали, вот, знаешь, напиши про Новый год, а то, что когда ты прожил где-то что-то, тот же армик, допустим, отслужил, это уже как бы вдохновление такое, настоящее, я бы сказал. Ты уже пишешь от всей души то, что ты пережил. Понимаете, это очень интересно. Да, я с вами соглашусь, то, что это, конечно, очень интересно, когда песни основаны на реальных чувствах, эмоциях, и человек их поет от души и пишет от души, выражает этим самым свой внутренний мир. Да, я бы даже сказал, что сам автор споет ее более правильно, чем перепоет другой. Это вот сейчас поголовная перепевка, ну, конечно, я ничего не говорю, артисты там представляют свое, но когда сам автор поет, даже если что-то криво, все равно это хорошо. Понимаете, это от всей души, потому что много случаев было, даже когда люди не попадали в рифму или все, но они пели свое. Там колоссальная энергетика, отдача идет у человека, то, что он хочет донести до людей, это реально. И я даже вот слушал, думаю, надо же, вот кто-то поет, там, вокальные данные суперские, а тут даже в ноты может не попадать, и все равно слушаешь эту песню, слушаешь, что он тебе поет. То есть это шансон хороший стиль, сейчас его назвали, говорю, шансон, но это, говорю, это блатные наши, уличные песни, вот это самое, вот, я не знаю, мне кажется, молодежное направление. Ну что ж, посмотрим, как вы трансформируете наши молодежи. Я думаю, все будет хорошо. Я тоже так думаю. Ну и напоследок, что же вы пожелаете нашим сегодняшним участникам? Ну, в первую очередь, всем удачи, удачи в творчестве, удачи в каких-то поисках, чтобы они нашли то, что искали в своем творчестве, чтобы попали не где-то с краю, а прямо в яблочко, чтобы поднимало это настроение и удовлетворение получили они от этого. Ну что ж, а мы вам желаем отличного выступления и получить огромное удовольствие сегодня. Спасибо вам огромное.